Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, смотреть работы Эммануэль Джузеппе Рафаэль Рацци, итальянский художник, график, иллюстратор. Родился в Риме в 1860 году. В 1892 переехал в Париж, где занимался графикой в различных изданиях и рекламе. Данных очень мало, я цитирую информацию из Википедии переводной, которую мне удалось найти. Эммануэль Рацци сотрудничал с галереей Миссонди Арт-Ново в стиле дизайна, украшений. Иллюстрировал Афродиту, Пьера Луиса, французский эпос Гоан Бордосский. Рассказы Артура Канан-Дойля «Цветы зла» Шарля Бордлера. В 1895 году совместно с Остином Дек Розе создал оккультный магический календарь, изданный тиражом 777 копий на основе литографии. Авторы календаря спародировали христианские календари того времени, использовав алхимические символы, изображения демонов, ведьм, черных мест, диаграмм, жаб, сов и прочие символы нечистой силы. Экзотерика пользовалась популярностью в среде интеллектуалов начала XX века, поэтому мрачная тематика была распространена в литературе и искусстве. Интересно, как мне показалось, я рассматривал иллюстрацию этого календаря. После скандального ареста Жака Ферзена, французский аристократ, связанного происхождения Денди, писатель-символиста прекрасной эпохи за организацию своего парижского особняка черных мест, гомосексуальных вечеринок с участием подростков, был арестован, осужден на 6 месяцев тюремного заключения. Так вот, после его ареста Жака Ферзена, Арация позвал несколько иллюстраций для газеты «Алгаре». Надеюсь, что так принес. В 1921 году создал афиши для немого франко-бельгийского фильма «Атлантида». Умер в 1921 году. Вот столько данных, всего ничего, что мне удалось найти. Но зато есть работы, которые можно посмотреть. Итак, сегодня мы смотрим работы Эммануэль Джузеппе Рафаэль Араци. Это итальянский художник, график и иллюстратор. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Смотрим работы. Продолжение следует...